Сегодня у нас предпоследнее заседание этого года и осенней сессии повестки дня 49 вопросов, из которых большая часть это безусловно законы третьего, их 24 и второго чтения и 9 законов первого чтения. Ну, хотелось бы, наверное, учитывая, что у нас с вами предпоследняя встреча в этом году, о некоторых итогах. Ну, во-первых, рекомендую вам ознакомиться на сайте КПРФ, интервью Геннадия Андреевича о 12 ключевых итогах года и почему неудобные вопросы по СОО остаются без ответа. Второе. Подводя итоги года, следует сказать о том, что они, безусловно, были под двумя событиями главными. Ну, первое, вы знаете, что у нас 30 декабря будет 100-летие со дня образования СССР. И в связи с этим хотелось бы вам напомнить, что сегодня 143 года со дня рождения выдающегося управленца, руководителя Иосифа Иссарионовича Сталина, которую, в принципе, можно почитать в британской энциклопедии воспоминания Черчилля, чтобы быть непредвзятыми. Он сказал, что Сталин принял Россию с СОХОЙ, оставил сверхдержавой с ядерными технологиями. Ну, и самое главное, вы обратите внимание, что во время гражданской войны против нас выступал весь коллективный Запад и Восток. Раздетая, разутая страна, но и верящая в свое будущее, смогла отбросить 14 армий иностранных государств, восстановить единство страны и в итоге своего экономического развития сумела большую часть Евразии сплотить вокруг себя. Что происходит сегодня? Вот смотрите. Вот я у наших недругов нашел интересный диаграмм. Вот это Россия санкции. 10 554. Вот это Иран. Видите? Вот это Северная Корея и Сирия. То есть против России уже введено санкции больше, чем против всех остальных стран. Но что интересно? Вот еще две диаграммки, тоже недружественные. Вот все 10 540 санкций против нас. Извините, что на иностранном языке. А вот то, что мы объявили. Понимаете? Против нас 10 540, а мы всего 7 845. И что интересно? Основной инициатор всех санкций США и Великобритании. Но как это не парадоксально, меньше всего санкций мы объявили США и Великобританию. Второй вывод. Вы понимаете, казалось бы, ну, не было бы худа или худа может и добро принести. То есть если бы мы реально занимались импортозамещением, да, не параллельным импортом, то уже бы начали организовывать рабочие места. Но у нас что происходит? Смотрите. Впервые в мире идет торговля с воюющей страной. Они нам санкции и отъем наших золотовалютных резервов. А мы по-прежнему поставляем им стратегически важное сырье. Такие как алюминий, титан, ядерное топливо и другие, в общем-то, важные стратегические товары. В том числе и на Украину. Нефть, газ, я уж не говорю. Но если у нас арестовали счета, скажите, пожалуйста, это что, благотворительная помощь? Ну вот, лично я пока себе ответ не нахожу, рекомендую вам найти эти ответы. Второй важный момент. Вот СВО показало всю зловредность реформ Сердюковых. Но я вам задаю вопрос. Разве у нас после того, как поменялись персонали, что-то изменилось в армии? Разве у нас восстановлены 67 тысяч закрытых училищ? Вот, по мнению экспертов, главная наша проблема в СВО сегодня – отсутствие младших и средних офицеров. Потому что 67 училищ – это 67 тысяч лейтенантов, которые через три года становятся старшими, через четыре – капитанами, еще через четыре, если досрочно не присваивают майорами и так далее. И в данной ситуации, если не восстановить структуру военных училищ, если не восстановить структуру нормальную, а не проамериканскую, в армии, и перестать пиариться, а начать вообще-то заниматься военным делом настоящим образом, как говорил Иосиф Фиссарионович, понимаете, и не увеличить спрос. Вот обратите внимание, наш недруг, главнокомандующий украинской армии Залужный, за это время снял 10 генералов за неэффективность, один застрелился. Вы что-нибудь слышали о снятии с работы не справившихся со своими обязанностями генералов? Я не слышал. И с нашей точки зрения, у нас идет какое-то непонятное оберегание руководства специальной военной операции, даже Дума боится пригласить на закрытое заседание для того, чтобы спросить, в чем успехи, в чем неуспехи, какая помощь нужна, потому что, по нашему мнению, по телевизору он реальности не подтверждается, потому что сегодня, чтобы бойцу нормально собраться на фронт, ему надо минимум 180 тысяч. Понимаете? Ну, а почему это происходит? Потому что интендантская служба развалена Сердюковым, потому что военно-медицинская служба развалена, да? Ну, а какой у Сорсин поедет на фронт? Ну, бабки пилить, это один вопрос, а обеспечивать армию всем необходимым, это совсем другой вопрос. И мы настаиваем и обязательно в начале следующего года будем проводить слушание о итогах реформы Сердюковых и мерах, которые необходимо предпринять, потому что мы глубоко уверены, что можно себя успокаивать, но на линии фронта гибнут люди наши, причем с обеих сторон. И здесь вообще-то большой вопрос. У нас там некоторые выступают и говорят, да мы людей бережем, да подождите, уже Донецк раздербанили и всю приграничную зону, чего не было за предыдущие 8 лет. Ну, наверное, с кого-то надо это спрашивать. Ну и самое главное, мне непонятно, почему до сих пор не организовано массовое производство беспилотников. Американцы, анализируя уже своим, своей промышленности поставили вопрос и задачу резко увеличить производство БПЛА различных типов, как разведывательных, так и комикадзе, так и атакующих. У нас пробить это дело почти невозможно. Вот я нашел кулибинных, которые сделали 5 типов БПЛА. Причем пока это единственный в мире, который возвращается. То есть он до цели дошел, уничтожил и возвращается. Понимаете? Это значительно дешевле, чем производство любых сверхсовременных самолетов. Потому что надо стингер потратить или на БПЛА, да, маленький беспилотник, или на такой же самолет. Но самолет стоит миллиарды, а БПЛА стоит, ну, 200 тысяч рублей, да. Поэтому нам вот эти вопросы в принципе непонятны. И хотелось бы, конечно, нам понять, какова же стратегия и замысл наших руководителей в этом плане. Потому что война не может быть бесконечной, потому что она тратит людские ресурсы, финансовые ресурсы. И самое главное, она разлагает общество. Чем дольше война, тем больше напряжение в обществе. Ну и, конечно же, по законодательству. Нас крайне возмущает нигилизм, который воспитывается в депутатах. Мы считаем, что необходимо наше постановление принять и перейти на старый проверенный режим работы. Вторник с 10 до 18, с двумя перерывами. Четверг и пятница. Среда остается для парламентских слушаний и других дел. Потому что мы считаем, что работать по 8 часов, как это происходит сейчас, без перерыва. Ну, академический час, это же не мы придумали, это не ИИ, да. А так, если ты сидишь в зале, можно с ума сойти. А мы еще стоим те, которые читают все законы, понимаете. Поэтому мы будем настаивать на необходимости, а, изменения регламента работы Думы, и второе, на уважение к регламенту. Потому что сегодня резко возросло количество законов, которые вносятся в нарушение регламента. Причем это важный закон. Чтобы нам этот закон нести, нам надо получить заключение правительства, Верховного суда, если поправки, это уголовный кодек. Они во втором чтении вносят в закон одну статью, потом добавляют во втором чтении еще три, не получая никаких заключений. Ну, что это за законотворчество? Прежде всего, я хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом. Ну, а когда наступает Новый год, надо как бы подвести итог к Старому году. Что же произошло и с какими результатами мы приходим в Новый год. Я должен сказать, что фракция КПРФ разработала программу вывода страны из кризиса. Программа социально-экономическая. Мы провели двое парламентских слушаний по этому поводу. Дали рекомендации нашему правительству. Но, к сожалению, правительство не учло наших замечаний. Ну, только исключительно по некоторым пунктам. Все остальное осталось как есть. Результат, ну, результат такой. Значит, ожидалось падение экономики где-то на 8,8% в январе. Но, благодаря высоких цен на нефть, высоких, супервысоких цен на газ, и благодаря параллельному импорту, ну, удалось сгладить обстановку, падение экономики будет где-то на 3-4%. При этом инфляция подскочила до 13% и, может быть, будет даже и больше. Ну, год еще не кончился. Итоги подводить пока окончательная рана. Тем не менее, промышленность осталась на том уровне, на каком она была в 2021 году. Обрабатывающие производства тоже на том же уровне, даже чуть-чуть упали. Самое главное, что вот эти товары народного потребления, которые мы закупаем за границей, они упали на них производство. Это производство тканей, одежды, обуви, значит, изделий из дерева. Я вам так скажу, что обуви у нас в этом году произведено 92 миллиона пар. Это значит по полтора ботинка на человека, а этого явно недостаточно. Лидировали в этом году у нас сельское хозяйство и строительство. Но по сельскому хозяйству тоже непонятная метаморфоза происходит. В этом году собрали небывалый урожай, но 159 миллионов тонн зерна. При этом изобилие цена на зерно упала на 33%, а цена на хлеб повысилась на 18%. Это что за экономика России, когда сырье в цене падает, а горячий хлеб из печеной повышается в цене на 18%. Ну, так не бывает, но это только в России так, в принципе... Так не должно быть. Так есть. Возможно. У нас вот такие метаморфозы происходят. Значит, уровень жизни населения упал, ну, не знаю, где-то около 3%. На сегодняшний день по доходам населения мы живем где-то в 2008 году, потому что это падение жизненного уровня было и в предыдущие годы тоже. Значит, МРОД, минимальный размер оплаты труда, ну, 15 с небольшим тысяч, сказали, что с января месяца повысится на тысячу рублей. Но, наверное, тысяча рублей она девальвировалась настолько, что она не решит проблемы нашего нищего населения. Поэтому вот эта вот задача президента сократить вдвое бедных, она не выполняется и она остается актуальной на сегодняшний день. Кстати сказать, эта актуализация подтверждается высочайшей смертностью. Если в прошлом году нас стало на 700 тысяч меньше, в этом году на 500 с лишним тысяч опять меньше. То есть страна потихонечку вымирает. А это говорит о том, что уровень жизни не устраивает людей, люди детей не рождают, ну, а смертность наступает сама по себе. Поэтому вот у меня от фракции внесен закон о детях войны еще в 2020 году. До сих пор не рассмотрен. Третий год лежит. Вот детям войны надо же помочь, надо. Жизненный уровень упал, упал. Они самые бедные на сегодняшний день в стране, но, к сожалению, Единая Россия не выносит этот закон на палату и не принимает дело.